Субтитры делал DimaTorzok Идем Ну вот это кафе хорошее Если ты хочешь кофе и круассаны Там хорошие Мы идем в мою любимую кафешку Посмотрим, что тут есть Чем можно перекусить А, пицца есть, ну не знаю О, есть в Панини В Панини, да Мы возьмем вот такой один напополам Чао Чао Я, наверное, хочу, что еще может сладкое Сейчас посмотрим Здесь, кто не знает, здесь и разница в цене Здесь, кто не отстает, чем евро Мы хотим еще два как причина Здесь вы церкала, Валина раздевается Пока музыка не играет Я вот такого тоже ботинка коричневого Субтитры делал DimaTorzok Нам принесли наш обед, скажем так Капучино и вот такие вот бутерброды Полина села вдалеке от меня Я спрашиваю Ты боишься, чтобы я тебя не покусала? А она мне ответила Я сама кого хочешь покусаю Вот такая у меня Полина Мы перекусили Идем дальше Как красивый кусочек Полина побежала вперед Видите, новогодняя тематика еще присутствует Еще везде огонечки горят Я надеюсь, чуть похоже, когда темнеет В центре на площади Испании Мы посмотрим красоту И парфюмерный магазин Надеюсь, нас оттуда не выкинут с телефонами О, я вот это хочу очень сильно понюхать Очень хотела Кстати, мы нашли этот магазин Очень красивый Это духи для мазохистов Почему? Кстати, этот новый парфюмерный магазин Находится возле магазина Риношенты В центре Улицу не могу сказать Полина первый раз Валентина увидела Пойдем Какой красивый костюм Валентина Да, просто пиздю Пойдем Хоть на витринах посмотрим, как люди живут Да, Полина? Ну, давай-давай Кстати, просто хочу вам показать 389 евро, Франко-Нелли. Да, очередь Луи Виттон, Манклифф, а против меня Эйв Саваран. Подходим к Макс Маре. Кстати, мне лично в Макс Маре нравится только практически пальто и некоторая одежда, обувь не очень, я не в восторге от Макс Маровской обуви. Хотя, там то интересное. Как говорится, не зайдем, только учительный поснимаем. Ну, кто на что учился. Идем дальше. Шанель все в блеске. В блеске пайеток. Кстати, на ведрине Шанель нет ценников. А, нет, есть подойдите, подождите, сейчас скажу вам, сколько стоит. Туфли полторы, сумка 4300. Вот такая малышка стоит 4300 евро. Мы зашли в дизель. В дизеле нам более приемлемые цены для нас. Ну, не сильно приемлемые, 450 евро такая сумочка стоит, но мне больше нравится в золотом. Поле не зеленое. Вот такие босаночки, кстати, со скидкой не очень дорого, 147. То есть вообще не дорого, отличный вариант на лето. И вот такие вот саба. Ну, здесь еще более-менее приемлемые цены. Ну, конечно, дизель это, наверное, не тот магазин, где одежда должна стоить дорого. Здесь уже все со скидками и одежда и обувь. Но есть уже, конечно, и новый товар. Вот такие вот ботинки казаки 297 евро со скидкой стоят. Симпатичные. Такая легкая музыка, огонечки. Все очень красиво, мило. Да, конечно, сейчас на скидках магазины пестрят товаром. Большой выбор. Очень всего хочется. Как девочки. Полина вообще злится, говорит, я не хочу здесь ходить, поделать сюда. Вы посмотрите, как красиво здесь. Ой, такое украшение замечательное. Холодно, да, но очень красиво. Кстати, есть один магазин, который очень сильно возбуждает мою Полину. Полина, что за магазин? Кико. Кико. Пошлите в Кико. Возле магазина Фенди, как видите, такая небольшая площадь. Здесь всегда играют музыканты или какие-то представления. Молодые люди развлекаются. Вот Полина моя на другой стороне прогуливается. Чуть красивая витрина Сальватора Феррагама. Полина говорит, бежим, бежим. Полина ходить медленно не умеет. Короче, мы несёмся. пьяца Дельбопова. Здесь, короче, основная расстоянка такси в Риме. За моей спиной такси очень много. Сейчас попробую развернуться. Вот-вот-вот-вот-вот. Линия, линия, линия. Очень красиво. Знаете, что мне нравится в Италии? На многих домах, или как сказать, на многих зданиях есть вот такие вот, не знаю, как назвать их, голограммы, светодиоды. Вот, видите? В виде итальянского флага. Зелёный, белый, красный. Прикольно, да? Фонтанчики, фонтанчики. Водичка, хорошо. Давно я не была в Неркотиново-Зато. Очень давно. Хотела вам показывать вот такой вот Мобили. Хочу вам показывать вот такой красивый на подставке. очень интересный. Посмотрите, какая маленькая, миниатюрная сырница. Извините, как обычно, в Неркотиново-Зато очень громко играет радио, музыка и вообще всякие там рассказы, слова. Я вот хочу вам показать такой подсвечник. В этом Неркотина красивые полки. Хороший обзор. Есть, видите, красивые рамочки для фотографий. Стаканы, бокалы. Вот такой чайник. Написано самовар. Но я не знаю, для каких целей такой может быть самовар. Простите, скорее всего, декоративный. Также мне понравилась лопатка для обуви, но она, к сожалению, дороговата. Здесь возле кассы стоит вот такой вот шкаф или как стенка, как ее назвать, не знаю. Очень красивый, деревянный, добротный, тяжелый, интересной формы. Далее мы переходим к стойкам с тарелочками. Тарелочек в этот раз было не слишком много и выбор небольшой, но все же есть много с ревизов. Все мне нравятся такие магазины. Всегда можно найти для себя что-то интересное. Вот такая вот тарелка большая, скорее всего, это для торта. Извините, неудобно поднимать одной рукой. Это лимош. Вот такая вот ярко-красная тарелка. Я в этот раз, к сожалению, ничего не купила, просто смотрела. Но мне понравились, кстати, вот эти часы. Но они с другой стороны, у них завод был поломанный. Все, видите, с этой стороны поломанное, непонятно, рабочие, они не рабочие. Ну, если часы механические, мне кажется, их всегда можно починить. Далее опять идут тарелки. Вы знаете, мне кажется, что у меня уже столько дома посуды, что я просто пришла просто посмотреть. Опять вот такие часы. Всякие формы для выпечки, для горячих блюд. Вот такая вот альтеца симпатичная, достаточно тяжелая. я не смогла ее перевернуть, не смогла посмотреть клеймо. Далее стаканы, стаканы разные. Ну, вот эти стаканы, кстати, не очень. Они уже немножечко ободранные, золото в них ободранное. Стакана в этот раз было много, но что-нибудь интересное я не нашла. Что-то интересное, ну, как и для меня. Вот видите, цена отдельная на шейкер и отдельная цена на стаканы. Идем дальше. Вот это вот стойка с хрусталем, под свечник. Так, увидите, сердечко, кстати, на День Святого Валентина неплохой подарок. Далее, всякие вазочки, пепельницы. Как говорится, в ассортименте. Если, кстати, у вас немного денег, но хочется, что-то купить, интересное. Такой магазин всегда удачная находка. Мне понравилась очень эта банка, я ее крутила, хотела купить, но в конечном итоге все равно оставила в магазине. Я не совсем понимаю ее применение. Вот эта вот вазочка, это, кстати, фруктовница в дырочку металлической. Я так понимаю, для того, чтобы, когда вы помыли фрукты, вода стекала, не застаивалась внутри. Кстати, совсем недорогая. Мы идем дальше. Как видите, здесь все из металла. Вот этот вот поднос, кстати, это я, мне очень напомнила Лизара или Чин Дэм Хом. Кстати, над моей головой висит люстра, которую я все же хочу купить, но ее пока уценили, уценили мало. Она стоит 110 евро все еще. Хотелось бы ее купить евро за 50. Мы идем дальше. Вот такая вот баночка, коробочка написана для формы для льда. То есть, я так понимаю, внутри она склеена с крышкой. Сейчас я вам покажу поближе, наверное, если получится. Ее можно начистить. Она будет однородной, однородного цвета, очень красивая. Но тоже не взяла. Далее, подсвечники оранжевые мне приглянулись из стекла. Кстати, мне кажется, в интерьере они бы смотрелись очень неплохо. На них также была скидка 50%. Далее, вот этот подсвечник очень оригинальный. И тоже, кстати, на него распространяется скидка. И тоже, по-моему, где-то 35-40%. Но все зависит от даты поступления товара. Далее, идут вот такие полки с книгами в этом магазине. аквариум. И я перешла в отдел одежды. У меня буквально было 10 минут. И я нашла, накопала вот такие вот кроссовки Марни. Очень хочу вернуться за ними купить. Буквально 2-3 дня осталось до их доуценения этих кроссовок. Надеюсь, когда вернусь, они будут меня ждать. Далее, вот эти ботинки были неплохие. 67 евро. Я правда не поняла, какой они марки. какой бренд. Ну, в общем, симпатичный. С оранжевыми носками смотрится оригинально. Простите, со шнурками. Далее, сапоги. Я, как обычно, в поисках сапог, но ничего интересного не нашла. Вот такие вот неплохие ботинки Asus. Но, конечно, все не то. Вот Timberland, кстати, ничего. Ботинки, они, кстати, были уже уценены. Вот такая вот обувь. Повторюсь, я бегом-бегом. У меня осталось буквально 5-10 минут для просмотра. Но я ничего интересного не нашла. Вот сумки. Вот такая вот оригинальная сумка винтажная была. Но все остальное, скажем так, шипотреб. Ну, не знаю, может, для кого-то можно было и найти, но я ничего не нашла, Продолжение следует...